Здравствуйте, это программа подробностей. Сегодня подробно поговорим о событии, которое случилось в Рязани вчера. Вчера в городе, в торжественной обстановке, в точнее не в городе, а близ поселка Ворские, была открыта биатлонная трасса. Это первое спортивное сооружение, связанное с биатлоном в Рязани и Рязанской области. Все это мы сегодня обсудим вместе с директором Дюшора Олимпийц, на базе которого в Рязани впервые функционирует отделение биатлона Владимиром Скрипченко. Здравствуйте, Владимир Матронович. Добрый вечер. И, в общем-то, как вам трасса? Знаю, что уже сами ее опробовали, видел в социальных сетях вашу фотографию после прохождения, скажем так, определенной дистанции на лыжах. В мире спорта хорошо известно ваше увлечение лыжами. Как трасса? Ну, я хочу сказать, что трасса на сегодняшний день подготовлена идеально. Мы уже два года катаемся на этой трассе. Я имею в виду любители. Конечно, для подготовки лыжников высокого класса профиль несколько не отвечает, но для любителей это идеальная трасса. И на сегодня, вот вчера было открытие, и я хочу сказать, что строительство такого комплекса, который было построено на частно-государственном партнерстве от правительства Рязанской области и корпорации «Шинглос», это впервые у нас в регионе. И надо сказать, что от организации, которая строила этот комплекс, с душой отнеслась к этому ответственному делу. И на сегодня любой желающий житель города Рязани, районов области может приехать на этот биатлонный комплекс, кататься на нем. Есть раздевалки благоустроенные, теплые, где можно переодеться, попить чай. Единственное, что на сегодняшний день нет на этом биатлонном комплексе проката лыж. Ну, дело наживное, я так понимаю. Я думаю, что любой любитель, кто хоть как-то занимается лыжным спортом, имеет собственные лыжи, поэтому проблем никаких нет. Он говорит, приезжайте, катайтесь и испытывайте полное удовольствие. Потому что, кто приезжает на выходные, он видит, какое количество там взрослых с детьми, приезжая с колясками, с санками. Ну, я говорю, это шикарнейшее место отдыха для горожан. Владимир Старкович, ну а вот огневой рубеж, это, я насколько понимаю, только уже для тех, кто профессионально этим занимается. Да, я хочу сказать, что вот мы 1 сентября открыли отделение биатлонов спорта у себя в Дюшор Олимпиец. На сегодняшний день там работают три тренера. И вот мы с большим удовольствием приняли к себе на работу заслуженного мастера спорта России, многократного чемпиона мира и по летнему, по зимнему биатлону Алексея Кобелева, который является старшим тренером у нас сборной команды Рязанской области. Работают еще два тренера, которые были в прошлом биатлонистами, но на сегодняшний день они работают в нашей школе Олимпийского резерва. И уже более 30 детей, которые сегодня занимаются в нашем отделении. Мы их на автобусе возим из города на биатлонный комплекс, где они проводят тренировки. Кроме этого, для них предоставлены возможности заниматься тренировочным процессом на спортсооружениях, которые принадлежат Олимпийцу. Вообще, биатлон для Рязани – это очень новый вид спорта. Потому что лыжные традиции в регионе, они как бы известны. И вот там тот же Анатолий Егорович Бирюков, который сейчас, по сути, живая легенда рязанского лыжного спорта. Человек занимал солидные места на мировых чемпионатах. Как удалось привлечь такого известного человека, как Алексея Кобелева, к руководству сборной команды области и вообще к тренировочному процессу? Все-таки никогда не было в Рязани биатлонистов такого уровня. Правильно говорить, что у нас действительно биатлон – это абсолютно новый вид спорта для Рязани. И на сегодняшний день привлечение специалиста такого уровня для того, чтобы он занимался у нас в регионе развитием биатлона – это большая заслуга, прежде всего, Центрального спортивного комплекса. Это Центр спортивной подготовки Попков. Ну, естественно, Минспорт Рязанской области. Олег Иванович Ковалев, его большая в этом заслуга. И на сегодняшний день, я говорю, мы создаем все условия для того, чтобы заниматься биатлоном. Что касается Анатолия Егоровича, он также работает у нас в Олимпийце и оказывает большую помощь в подготовке лыжников. Те, которые, мы надеемся, в будущем нам придут в биатлон. Ну, у вас миграция-то не началась еще из лыжников биатлонисты? Мы эту работу проводим, потому что мы прекрасно понимаем, что с нуля начинать развивать такой серьезный и ответственный вид спорта очень сложно. Поэтому сейчас, конечно, ведется работа с тренерами не только нашего отделения лыжного спорта, нашей школы, но и с другими отделениями, и с школами, которые работают у нас в Рязанской области, с тем, чтобы наиболее перспективных ребят, лыжников я имею в виду, привлечь и к занятиям биатлона. У нас сейчас привлекаем мы и палеотлонистов, потому что там есть очень хорошие лыжники, но ребята и умеют стрелять. Поэтому вот при открытии мы это видели, когда выступали у нас воспитанники некоторых спортивных школ, палеотлонисты, и видели их результаты, что и бегут, как говорится, хорошо, и стреляют так же. М. Петрович, ну, биатлон достаточно зрелищный вид спорта. Соревнования, скажем, высокого уровня собирает большое количество зрителей. Планируется ли в Рязани проведение соревнований на новой трассе, и смогут ли за ними наблюдать зрители? Действительно, очень интересно посмотреть, как люди не только бегут, но и стреляют, как они ведут себя на огневом рубеже, спортсмены. Ну, зрелищно, чего говорить-то? Ну, на сегодняшний день наш биатлонный комплекс, он построен для тренировок и соревнований спортсменов только юношей, потому что профиль трассы не позволяет взрослым спортсменам на нем тренироваться и соревноваться для юношей. Что касается зрелищности, да, у нас есть трибуны на 300 мест на этом спортивном комплексе, то есть зрители могут наблюдать за соревнованиями, которые будут проводиться. Будут проводиться? Да, однозначно будут проводиться, потому что мы сейчас сделаем все для того, чтобы биатлонный комплекс развивался. Вот строятся еще административные здания, где будут дополнительно раздевалки, будут какие-то еще сооружения для того, чтобы ребята, придя туда, на биатлонный комплекс, могли полноценно тренироваться. На сегодняшний день у нас есть тренажерный зал, у нас там есть зал для стрельбы из пневматического оружия, у нас есть оружейные комнаты, и я думаю, что в ближайшее время мы уже приобретем боевое оружие, и тогда уже по полной программе, как говорят, наши ребята могут тренироваться и соревноваться на этом комплексе. Ну, а выходные трасса к услугам, что называется, всех желающих, всех любителей здорового образа жизни? Ну, трасса, она с 8 утра до 9 вечера, она для всех любителей, она открыта, потому что у нас там она освещена вечером, и очень большое количество жителей города Рязани приезжает туда и вечером после работы покататься, просто покататься. Это единственное место в городе, где можно покататься. Ну, что ж, я благодарю вас, я желаю того, чтобы у нас в биатлонном спорте со временем появились свои чемпионы. Владимир Скрипченко, директор СДЮШОР Олимпийца, то есть самый СДЮШОР, где с сентября этого года начало действовать отделение биатлонного спорта. Ну, а вчера в Рязани, напомню, в торжественной обстановке была открыта биатлонная трасса и целый биатлонный комплекс. Это была программа подробностей, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин